Итак, добрый вечер. Об этой кампании, о декларации можно говорить бесконечно долго. Сама инструкция — это 1240 страниц, у нас есть чат, и мне хотелось бы остановиться на каких-то практических моментах, которые возникали и возникают при заполнении этой декларации, при заполнении этой формы. Итак, самое главное, что эта декларация именно только для налоговых резидентов Испании, потому что всегда возникает путаница, является ли резидент Испании налоговыми резидентами страны или нет. Особенно такая проблема возникает у владельцев резидента и инвестора. И главный принцип, который нам говорит Лейер Пэк — это нахождение больше 83 дней в году, в салендарном году, в Испании. Этот принцип, на самом деле, главный. Были судебные решения, в соответствии с которыми во всех спорах принимается именно этот фактор. Так есть еще два. Это наличие экономического интереса в Испании, в Испании. Ну и спорные тоже, которые, скажем так, всегда стараются применить. Это нахождение законного супруга и малолетних детей, которые зависят от нового подельчика и проживания в Испании. Но, повторюсь, кому самый главный фактор — это 183 дня в году, и единственным безакцепным основанием для того, чтобы признать свой статус не налогового резидента, это у нас получить в стране, в другой, например, в России тоже, сертификат о наличии статуса налогового резидента в России. И приставить налогового инспекции в Испании, можно этим самым доказать, что вы не являетесь налоговым резидентом Испании. Эти сертификаты принимаются во всех органов налогового государства. Сейчас возникает много споров, и налогового инспекция для, так называемого блога чинов, присылает специальные письма, где требует приставить декларацию форму 100 ИРПФ или форму 210, налог на ней резидента. Причем эти письма получают именно резиденты Испании, которые спокойно проживают в Испании. Это по своей резиденции налогового актива обычно, и люди, которые не ведут детей, но эти письма получают. Поэтому предоставление формы также может быть использовано, пусть и даже нулевой, для того, чтобы подтвердить свой статус налогового резидента Испании в одной стране. Почему? Потому что реальная ситуация, реальный случай, когда возникает, если на эти письма не отвечать, налоговая инспекция начинает присылать штрафы, в соответствии, это для владельцев недвижимости, которые проживают спокойно в Испании, имеют свою недвижимость, и, соответственно, начисляют штрафы за неподанные декларации годовые в 10-й форме. Потом возникает ложный порядок, именно доказывая, что вы являетесь, налоговым резидентом Испании, проживаете, но декларацию эту не предоставляете, по основаниям, которые мы рассмотрим дальше. Срок предоставления этой декларации, мы понимаем, что форм их может быть две, или платежная декларация будет, или запрос на возврат, или нулевая. В большинстве в Испании, в России, и в процентах, это будут возвратные декларации. Срок остался прежним до 30-го июня. Много из разговоров, много споров продлить срок до 30-го июля, но пока срок остается таким. Поэтому декларацию предоставлять можно было с 1-го апреля, до 30-го июля включительно. Как мы предоставляем, соответственно, используемые сервисы ОРНО, номер референции, очень многое встречается, особенно используют часто налоговые консультанты, администраторы налоговые, коллаборадоры АЯТ. И, соответственно, можно зайти туда через славы пин, сертификат в Дегитальце, правовой электронной подписью, или свой адене электронного. Если она есть, то, используя картридер, можно зайти. По телефонам можно уже обращаться, можно заполнить. Здесь внизу указал телефоны. Выделены черным, жирным, те, по которым люди реально дозвонят. Потому что другая проблема, дозвониться, кто хочет заполнить свою декларацию по телефону. Идет функция обратного звонка. Вам позвонят, и можно будет техникам налоговой инспекции заполнить по рации. С 12 мая есть очное посещение налоговой инспекции, это по закону, но все закрыто, поэтому этот пункт мы не рассматриваем. Ну и сейчас, фактически, декларации, они подаются или самостоятельно через онлайн, через интернет, через цифровой сертификат. Если у вас декларация идет на оплату, соответственно, есть какая-то сумма, которую нужно будет оплатить через банковский счет, если они селяли, то не забываем, что последний срок 25 июня, когда она должна быть представлена, и тогда я теперь с 30 июня сниму. Переезжая немножко вперед, эту сумму можно разбить на две части. Номер референции, то, что я вам говорил выше, вот в сервисе Рено, он заполняется тоже достаточно просто. Это мы берем ячейку 505 из декларации прошлого периода, 2016 года. И если не предоставляли, просто ставим ноль, потому что бывает так, что люди не предоставляли, нужно помнить именно в этом году с декларацией. В этом случае ставим там ноль, и вместо телефона, там, например, описана процедура, у нас запросят номер банковского счета. В Испании номер и банк, последние пять цифров. Соответственно, также можно зайти и получить этот номер через клаву ПИМ, это использование через пользу своего телефона, но это разовые пароли, служба такая, которые здесь, в основном, они уже теряют свою силу, и через сертификаты электронные. Дальше, сертификат, я рекомендую сделать этот сертификат. Сейчас это можно сделать через видеоконференции, через личные встречи, но не через госорганы, потому что одним из пунктов отъявляется в подтверждении вибрации своей личности. Обычно мы использовали или айтамента, или налогового, или страх, и другие государственные утверждения. Но сейчас есть возможность через специальных представителей, через коллаборадоров, сделать видеоконференцию. Или через личную встречу с ним. Как-то. Нужно просто заполнить документы через требования закона. Самый главный вопрос, который возникает у всех, это кто все-таки обязан предоставлять декларацию этого формы 100, кто нет. Самый главный принцип, который мы понимаем, это суммы, которые все говорят, 22 тысячи евро, это речь идет о тех, кто работает по найму, по квантер-кене. Поэтому, если вы эту сумму не превышаете 22 тысячи евро, и у вас есть некие другие источники, по которым вы получили менее 1500 евро, декларацию предоставлять не нужно. Если вторые и другие источники эту сумму 1500 превышают, то сумма по основному месту работ съезжает до 14 тысячи евро. Почему такие суммы? Почему они достаточно крупные? Потому что разрабатыватель платит артенциям. Налогового антенциала за вас, на ваше имя. Поэтому налогового инспекция контролирует поступление, видит ваши доходы, и поэтому не требуется поставление декларации при получении более малых сумм. Также, если просто капитал у нас не превысил 3600 евро, и если у вас есть вмененный налог на недвижимость, или доход быстро распределегации, то субсидии, которые не превышают 1000 евро. Вмененный налог на недвижимость, это тот налог на недвижимость, второй, например, или третья недвижимость, исключая вашу агенду битуаль, которую мы указываем в декларации. Потому что мы когда декларацию заполняем, мы указываем все объекты недвижимости, и там все равно все декларации рассчитываются. По аналогии тоже самое, что происходит для недвижимости формулы. То же, что же у меня доход? Такая же система, 1-1% или 2% нереализованная недвижимость, от треста выстояния. Далее, самый главный принцип, пункт, это если в любом случае у вас любые ваши заработки от предпринимательской деятельности, от сдачи недвижимости в аренду, не превышает 1000 евро в год, тогда тоже декларацию подавать не нужно. Ну и потери капитала, это обычно используется с пикулянтами, когда у вас есть выткопонимательские деятельности, какой-то терридос, то тогда, если у вас они составили меньше 500 евро, на налоговый средство не нужно подавать декорации. Но если они превышают, не сильно заводно значительно, то можно указывать для того, чтобы потом использовать в будущий период. Помешать свой наблагаемый бак. Как и говорил, сама инструкция по заполнению декораций довольно большой документ, 1240 в стране. Если вы хотите получить, то напишите на почту, напишите в Facebook Российский центр науфикультуры, и вам тогда или выложим, или пришлем на электронную почту эту инструкцию на американском языке для изучения. Она занимает дневник, 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 но достаточно полный и, в принципе, все рассказываем. Поэтому серьезный документ и сама декларация является, наверное, основной ключевой, самой большой инструкцией из тех видов налогов, которые существуют в Испании. И, конечно же, например, для профессионалов вебинары, которые проходят для коллабораторов, они занимают по 2-3 часа. И то рассматривается не все, а так и, так сказать, и ответ на предназначение. Нововведения, которые были добавлены, можно отметить, это обгажение премий, например, лотерей. В 2019 году, когда мы декларируем 2019 год, то, если у вас сумма до 20 тысяч евро не нужно платить и превышает, идет рушение 20 тысяч евро, то ставка будет 20%. В следующем году она... Когда вы увольняетесь, долго работали, не облагается налогом иномизация до 180 тысяч евро. Также очень важным достижением борцов за права женщин и семей является достижение то, что пособие по материнству и также отцовству, которое было добавлено, не благая их налогами. Более того, в декларации его можно даже не читать. Когда мы начинаем с плана декларации, мы видим эту сумму, которая появляется в черновиках, но ее по опту можно не указывать, нет особой графты, потому что раньше указывали как подход, и поэтому эта субсидия по налогу она экзента, включена и не облагается, поэтому ее не указывается. Запрашивание на оборудование социальных сортования и нам важно избывать, что если деятельность продолжается или предпринимательская или мама выходит на работу, то можно получить налоговую вычетку. Достижение ребенка возраста в 3 лет в 2 200 евро в год. На практике обычно запрашивается ежемесячная выплата и мама получает по 100 евро каждый месяц. Особая контроль сейчас отведенную контролю над компаниями, когда у нас, особенно когда есть единственный учредитель, то есть форума СЛУ, заданного не персональ, или СЛП, заданного не дадо профессиональ, когда есть у нас связь учредителей и компаний. Направленного в инспекции работа на прозрачность, нефициарного владения, кто владеет, кто владеет. Особо контролируется именно связь профессиональной активности и компаний, потому что налоговый спецы хочет видеть работу профессиональной, чтобы профессиональные заказывали в качестве автонома, СЛП, а не через свою компанию. Для этого они запрашивают, кто владеет средствами производства, например, руководных, для кого записаны автомобили, компьютеры, и так далее. И пытаются рассмотреть реальные части компании, показания услуг, связи, стимуляции, это стимулируется или деятельность договора, контракты или нет. Например, в случае часто используются договоры аренды, когда на компании куплено имущество, и там живет администратор или владелец. И, соответственно, другое направление, это контроль над расходами владельца компании или администратор персональными расходами, которые они проводят через свою компанию, в пользу банков и счет компании. То есть расходы, которые не связаны с предпринимательством и деятельностью в этой компании. Хотя по закону эти расходы можно делать, просто в бухучете находится отдельная статья расходов, и эти расходы нельзя подключить при подсчете оценок вложения, при бухучете, когда мы рассчитываем на налог на компании после дата формы. зайти очень просто. Соответственно, это сайт налоговой спецы агентстрибутария.es внизу там есть в центре в углу это квадрат ориента 2019, в который мы можем войти, нажать спокойно, и есть разные варианты, разные варианты входа, разные в левом углу экране как раз отразил варианты. и как раз есть сервис «Бородор», это как раз запрос червяка, войдя через который, можно сделать свой черновик соответственно или подать свою декларацию. Очень важно, обращая внимание вот в этом следующем пункте, это на графу выше консультация с дата спецкали. очень важно понимать, что какая информация отражена в налоговой секции о вас. Если вы или работникам, или индивидуальным предпринимателям, или проводили какие-то сделки, потому что сейчас выражаются там сделки и по криптовалютам, сделки по продаже долей, нотариусу сообщают компании, что продали свою компанию, если вы продали свою недвижимость, эта информация уже отражается в налоговой секции. Это все вы можете видеть. В дата спецкали, налоговую информацию и в виде этой информации можно правильно заполнять черновик, не добавляя ненужные вещи, которые инспекция не видит, и одновременно используя информацию, которая есть, потому что мы дальше рассмотрим проблему черновиков, что они не забирают всю информацию, которая доступна в этом кабинете. И в автоматическом режиме эта информация не конвертируется в вашу декларацию. Из-за этого у вас возникает в большей части ситуация, когда вам налоговая секция возвращает меньшую сумму, чем реально вам на положение. Входя дальше через это окошко, мы, соответственно, можем или выйти напрямую на заполнение черновика и поддачу декларация, так и говорил налоговой информации. Сиденьким квадратом выделен блок, куда входим мы, процентанты налоговые. Это для коллаборадоров. Парят, там другой порядок входа в личный кабинет и запрос информации в УМС. для декорации для заполнения нужна ваша карточка документа, банковский счет и в форме по формате банк. Сертификат ретенсионов, это, если вы работник, и очень важный документ, который компания должна вам дать в конце года или в январе, в котором отражены все ваши доходы за год, плюс ретенсион, авансовые платежи, которые компания перечислила на ваше имя. Также важную информацию смотреть, если вы были уволены, это было время вашего увольнения, сумма выплаты пособия, то, что вы имеете и так далее, то, выплаты вам работодательны. Потому что вся информация из-за страха, из-за историй генерального рациента много церквей, она туда на бесплатный режим поступает. Соответственно, тоже комправентус нужно посмотреть на объекты невижимости, знать, когда сторона мира, потому что они указываются в самой депарации, если у вас несколько объектов невижимости, указываются все. И если арендуете, также, соответственно, нужен ник владельца указывать, и также когда сторона номера на объект невижимости. Как говорил, очень важно это проверять данные в этом черновике в Борадоре и, соответственно, на все сделки. Или проверить, принять, добавив свой банковский счет но это делает большинство или те, кто пытается получить электронный сертификат, подать самим без сектора без сектора. Второй вариант это подготовить представить свою депарацию уже, сделав новый черновик, подать свою депарацию или расширить тот черный, который там есть. По опыту бывало, что открываешь черновик клиента, там уже есть некий черновик, который или делает клиент, или такой-то знакомый и приходится исправлять этот черновик. Но лучший вариант всегда, и то, что делает эта ссора, это готовить свой. Делать свой черновик, с нуля, и подняться информация, которая представляется налогоплательщикам. какие-то элементы важные, которые можно отразить, как бы рассказать, это то, что и нововведение в новую декларацию, это адрес листов, который подставляет сразу, когда вы входите в режим заполнения декларации. Это важно и важно его проверить, этот реальный, который указан, потому что поэтому адрес приходят все документы, все введения налоговой инспекции, плюс мы входим в режим термина вендо-битуаль. Термин очень важен и потом до реинвестиции возникает налоговая льгота именно если мы продаем то жилье наше, которое у нас указано как вендо-битуаль. Принцип это основной это вы проживаете в этой квартире три года или живете один год 12 месяцев, то есть моменты покупки. Ну, плюс помогает подроновать спаль ваших профессий. очень важный момент, который многие забывают, если вы сдаете свою недвижимость в аренду, это как просход по умешающей нового ГАЭМу базу указывать амортизацию процента от первой стоимости конструкции. Ну, единственное, что нужно рассчитывать пропорционально периоду реальной сдачи. Не за весь просто год, а за период, когда у вас будет ученый контракт договора. Другим моментом я часто встречал, что, во-первых, очень важно понять, как вы декларацию будете представлять. Вы можете декларацию представить или индивидуальную, вы сами, и ваш друг, друг, отдельно свою, или декларацию подать совместную. Потому что в этом случае очень важно понять, кто представляет детей, потому что тогда есть вычеты налоговые, например, в Коммунидат Мадрид есть 600 евро при организме первого ребенка, и в этом случае тогда нужно делить 300 евро на папу, 300 евро на маму. Часто подача совместной декларации уменьшается, добавляет в них бонификации и получается, что мы платим меньше налогов. Поэтому важно всегда сделать два бородого представить, система, в принципе, дает. Увидеть разницу. Можно поиграть, посмотреть, как будет выгодить, подать декларацию совместную или индивидуальную. Но если у нас есть миллиард, есть семья, зарегистрирован брак или пара седаячатся, тогда в принципе проще и эффективнее декларацию подавать совместную. Так вы можете уменьшить цену ламбаза и заплатить налог. Второй момент, технический момент, который встречает часто, особенно когда наполняет декларацию с фанцами, это и особенно когда ваша декларация платежная, это когда указывается сразу на отчисление добровольных как бы два органа и церковь католическую и на социальные нужды. Достаточно указать только один, то есть по выбору или социальные нужды один раз подставить кресле. Часто ставить сразу два. Но в Испании приятно, потому что получается вы дополнительно плачете еще на 7% под вашей базой и это не нужно по закону, можно выбрать один. Другой момент очень важный, когда вы начинаете выполнять декларацию и вы например индивидуальный предприниматель, то вам выкидывает сразу же окошко, которое предлагает все ваши поступления, которые инспекции видят как ретенцион, который подавал кто-то или работодатель или ваш контрагент, если вы индивидуальный предприниматель автонома, через 190 форм, потому что подаются суммы, подается сумма ретенциона. Эту форму подает и ваш контрагент или компания и другой предприниматель, если вы предприниматель, и также ваш работодатель. Поэтому частая ошибка это автоматическое принятие этой информации, тогда если вы предприниматель, то вся информация, которая здесь, она поступает в раздел доходов от работников, от работы по найму, а не идет в раздел доходов от предприятий свидетельствий, потому что для заполнения того блока предприятий всю эту информацию приходится вводить вручную. Мы дальше посмотрим, это проблема, что потом это на самом деле неправильно заполнить, эта информация неправильно отражается и вы лишаете шанса запросить более-большего возврата. Мы смотрим дальше на реальном примере. Это хорошо-то есть, это реальный пример исполнения одной декларации. Когда черновик, выходит черновик, например, в этом случае налогоинспекция предлагает из информации, которая в нее есть, вернуть 324 евро. Забегая вперед, эта сумма это тоже, это как раз кусочек из личного кабинета нового плательщика. Эта сумма отразилась в правом нижнем углу, откуда ее взяли, это из формы 130, это декларация из дизайна предпринимателя была, из формы 130, за четвертый квартал, эта сумма, она отразилась в этой графике, нового секса не узнала. Плюс мы видим, что в личном кабинете отражается сумма 139, это социальный страх, который был выплачен, в этом случае по тарифу плана, который не вошел в декларацию, не отразился нигде, и сверху мы видим сумму, то есть инспекция считала, что доход отрывания составил 4000 евро и репенсион составил 27 евро. Цифра правильная, исходя из расчета 7%, но проблема в другом, что налоговая инспекция видит только то, что ей через другие декларации представляется. Форма 130, представляется сам предприниматель, репенсион 190 форума, 111 форум представляет соответственно контрагент, поэтому инспекция увидела только эти цифры, хотя реальные цифры были другие. Впереди квадрата это вырезка из кусочка декларации как раз форма 130 за 4 квартал, и тогда, когда реальный доход предпринимателя составил 12 595 евро, не 4000. и мы видим, что внизу 400 евро, это как раз сумма реального авансного выпадежа, репенсион, который был указан в фактурах, и которые контрагенты должны были представить в эту форму. Это расхождение реальной суммы, которая через фактуру мы видим 400 евро, и сумма 27 евро, связана с тем, что кто-то из контрагентов не представил свою, не указал свою в эту форму, соответственно, этого индивидуального предпринимателя. Поэтому отсюда вышло расхождение. В этом случае проблема возникает не у предпринимателя, а у того контрагента, который у плательщика, услуг предпринимателя, который не заплатил этот репенсион и не указал его в свою сформу. И важна другая вещь, что через эту декларацию, соответственно, если принять черновик просто, получается, мы не учитываем расход, который является мешающим в базе. в Байдусском учете было 8000 евро в 456 и Солстрах 539 евро, которые мы видели в прошлом в России. В итоге получается, что налоговая сельсия предложила к возврату суммы 3024 евро, а реальная сумма, которую сейчас запрашивает предприниматель, подтвержденная всеми фактурами, всеми информацией, 125 евро, которая, конечно, логично будет представлена и которая будет возвращена налоговая сельсия. Заполняется, то есть сама декларация это 5-4 страницы. Заполнять довольно просто через ячейки, которые открываются в эту точку, заполняем доходы, нажимаете на графу, открывается окошко, где вы заполняете все ваши доходы. Другое окошко, это расходы ваши, очень важно не забывается о страхе, который многие забывают показать, что 8-6 ячейка. И в этом случае мы видим много разных расходов, которые есть, это для индивидуальных предпринимателей блок, и в этом случае мы понимаем важность как раз губ-учета, потому что именно эту информацию мы можем взять только из одного источника, из книг губ-учета, предприниматели неупрощенные, но тем не менее информация, которая была в течение года и фактуры, которые собирали, соответственно они идут в эту декларацию. И является как раз расходом уменьшающего ВГМ-базу в ГАС-медусембе, позволяет нам также экономить налогов и уменьшить. Это у нас декларация работников, которые получают зарплату, там еще проще, что в истеке 003 нажимаете кнопку, открывается окошко и все в одном месте заполнено. Вот мы видим, что здесь написано сумма получена и репенсион. Откуда взять первое? Новый инспектор уже будет знать, потому что в личном губ-учете информация уже отразится, мы видели это выше, потому что работодатель заполняет вам форму на вас 190 под эту информацию. Ее можно сверить именно посмотрев соответствие этой информации, которая есть в личном губ-учете с сертификатом за репенсион, который вам даст ваша работодатель. Вы можете увидеть, есть расходение или нет, вашу пользу или нет, добавить информацию. Важным моментом является декларация, то, что интерс тоже проверяет это то, что вы получали в неденежной форме, в инфляции. Здесь могут быть использования служебного автомобиля, служебного компьютера, какие-то диеты, суммы, которые платят вам за обеды. в этом плане. И также есть блок «даст в инфляции», это расходы, который можно тоже указывать и сводить декларацию, вмешать вашу влагаемую базу именно как это расходы. Персональ его вычеты известны, здесь написано испанско, все, главное у вас это минимальное 5,550, когда испания всегда дарит. И дальше они, когда вызывают декларацию, когда в декларации в начале вы пишете вашим детей, есть ли инвалидность, к какой степени, и это все является фактором, который добавляет эти суммы, вычет, добавляет вашу декларацию и уменьшает вашим благаемым базам. По ставкам соответственно есть глобальная форма, есть общая ставка, и второй это ОР, сбережения, по общей ставке там более сложная таблица, это упрощенная таблица, и мы понимаем, что ставки как бы две, это ставка федеральная, есть еще добавляется автономная ставка, потому что наоборот это вещество сей, которая немножко обычно увеличивает эту сумму, то есть на УТИ 40-й процент, и веще не бывает. И в зависимости от вашего дохода применяют ставки, применяются они нелинейно, потому что есть формула расчета, тогда, когда у вас именно возникает такая лестница, и сумма ваша будет неблагаться не в сразу ставку, 45, да, реально она получает в месяц в твоем континге, у меня был случай, когда удавалось снизить обложение до 6%, правда, через применение монификации. Это ставка как раз то, что говорит сбережение, ступеньки маленькие, только три ступеньки, и является как раз очень правоугольным камнем, потому что, например, стекулянты, держимые стекулянты, они облагаются по этой ставке, то есть платят налогоменьше, чем на простые работники. Доставка меняется для использования капитала, для процентов, которые платят банк, или когда по договорам снижения, по договорам. Другой важный момент, это у нас, как мы знаем, декларация будет двух типов, декларация к оплате и декларация к возврату. Мы можем запросить, когда мы ее заполняем, рассрочку, рассрочку выплаты, и разбить можно на две части. Первый платеж идет во время презентации декларации, и это составляет 60% под сумму налога. Второй можно перенести до 5 ноября, это вторая часть, 40%. Другой важный элемент, то, что заполняем, является то, когда ошибаемся или мы, или ошибаемся ссор, или нужно возникает новые данные, которые нужно добавить в вашу декларацию. Здесь важно понимать первое, что вы находитесь в сроке подачи или не в сроках подачи, потому что когда вы находитесь в сроках подачи, все просто, у вас возникает скотно станция. Когда вы начинаете подавать вне срока, соответственно, после уже окончания приема декларации, у вас возникает скотно и есть два главных монета, два главных пункта. Это когда у вас налог уплачен больше того, который нужно было платить, это вас подали выкат налоговедельщик, нужно подавать запросы на исправление и возраст средств. Этот салитет запрос вы можете подать в течение четырех лет, с момента окончания подачи в декларацию. В любой момент. Если вы имеете право, вы подтверждаете документами, соответственно, вы предлагаете этот момент, то вам будет возвращена сумма. Если выявляется налог к доплате, который вы должны были заплатить, то вставляется дополнительная декларация. Важно, чтобы не забыть указать правильно первичную декларацию, ее номер, чтобы связаться с декларацией. И так можно подставить декларацию доплатить, доплатить по сумме, которую нужно вам доплатить, которой не хватает по общей декларации. Другой важный момент, который хотел обратить внимание, это когда мы подаем одну декларацию и налоговая инспекция как раз из-за того, что у нее недостаточно информации по вашим деятелям, когда контрагент вашим не подал информацию, например, если вы работник, работодатель может не подать 190 форумов, например, если компания закрылась, оботротилась, оставила деятельность в этом случае тогда информация о том, что вы проработали не поступает в налоговую инспекцию. Форума не представлена 190, единственная форума, с которой налоговая инспекция может узнать, что вам были уплачены такая-то зарплата и на ваш инспекция переведен такой результант, опять же, он был переведен до 101 форума, потому что если нет, возникает другая проблема у компании неуплата этих авансов налогов отчислений. И тогда, когда готовится декларация на основании или номен зарплатных листов или на основании фактур, то возникает расхождение. Это реальный случай. Тогда, когда инспекция присылает документ, в котором она говорит, что по нашей информации у вас есть расхождение данными, у нас другие цифры, всегда меньше, чем указываете вы, и они предлагают вам в добровольном порядке согласиться с представлением этой декларации. Если вы соглашаетесь с представлением этой декларации, то тогда вопросов нет. Если же оспарить, начинается другая процедура, она доказывает документы и так далее. Это просто хотите получить деньги быстро и меньше долга. В этом случае, как раз специально внизу показал, что мы видим левую часть, это данные декларанта многопластельчика, правая часть, правый квадрат, это часть, которая рассчитала новая сеть. Как раз это и есть, это аргумент для трабаха, который получил, это вот этот декларация была работника, информация, которая была по номинам с левой стороны, которая была в налогопластельце с правой стороны и такой же рекомендации. Проблема, которая возникла, это именно из-за того, что компания не представила информацию об этом работе вообще. И получилось, что у них нет, ни сегмента до репенсион компания была, компания не подавалась в свою форму, и в этом случае соответственно, сложно возникает проблема доказывания правомерности через номины, грубо говоря, в правоту указать, что можно запустить возврат именно суммы, которые указаны внизу, в 1660 евро, или согласиться с предложением налоговая спектра, в 1328. Ну, после консультации клиент захотел получить 10300 евро сейчас, и заниматься доказыванием обратно. Вопрос скорости, необходимость возврата средства в краски верны. Здесь возникает другая проблема, потому что когда вам вернут эти средства? Здесь есть элементы удачи случайного числа, потому что есть декларации, которые представлены был 1 апреля, которые до сих пор не получили возвраты, а есть декларации, которые представлены позже, которые вернулись за 3 дня, за неделю. Это как раз декларации, когда информация сошлась. Информация, которая есть в налоговой инспекции, полностью подтвердила что декларация, которую вы представили. Так как налоговая инспекция это большой сервер, компьютер, он сначала сопоставляет данные, которые есть. Если данные автоматически совпали, то в автоматическом режиме, как в первой программе вашей декларации улетает на план. Если возникает расхождение, как в этом, тогда оно идет уже вручную обработку, начинает работать уже техник, и как раз тогда возникает вот эти предложения по изменению, по принятию обновлений и так далее. по сверке данных и информации. Он как раз к вопросу, когда возвращается налоговая, срок максимальный. Это 6 месяцев, но сумма по декларации возвращалась в год. То есть в апреле этого года заплатили за декларацию 2018 года. Да, инспекция добавила процент, в этом случае добавит интерес маленький, потому что инспекция надо достаточно платить маленький интерес и не платить там возврат. Но такие случаи возникают. Можно ждать, а если вы имеете право декларацию одобренность, все равно вы получите, проблемы когда? Опять же, вопрос именно как вводили, как представили сопоставительные данные, эти расхождения и опять же, есть элемент очереди, есть элемент неких людей. Кому-то быстро, кому-то нет, потому что идет огромный вал декларации, соответственно налоговая начинается перегружена, особенно декларация, которая требуется на работу техника и сроки по нему увеличиваются. Сейчас коронавирусом, кстати, во всем госорганам увеличается наоборот ускорение работы. То есть это сказалось на эффективности всех госорганов, ректор-серии, на обоспекцию работать быстрее и эффективнее. Ну и, соответственно, вы также можете контролировать эти этапы возврата. Соответственно, есть определенные фразы. Когда вы входите в личный кабинет возникает фраза, по которым вы можете понять, на какой стадии находится ваш декларация. То есть первая стадия, которую увидят все, когда представлены декларацию это декларационная аксида трометанда. Декларация подана, просто подана, ее получила. И дальше получается начинайте проверять. Сдать, проверять, входить в личный кабинет, смотреть, есть процедура, проверить, как можно проверить декларацию. И далее, когда вы видите новое сообщение, вот внизу написал «Аксида прометада», и так далее, это техник на обе секса рассматривать декларацию, декларацию посмотреть. Дальше начинается вопрос, то есть этот элемент тоже, когда компьютер рассмотрел, тоже такое возникает сообщение. И дальше зависит от того, как у вас данные, как я уже говорил, с обладателями впадает, переходите ли вы дальше на следующий этап, внутреннюю фазу, или нет. И следующие остальные фазы, вот мы видим еще четыре фазы, когда идет дальше проверка, когда ваша декларация проверена, дальше, когда как раз налогов подтверждает, что у вас есть право на возврат, и дальше уже идут две фазы, которые говорят о том, что соответственно ваша декларация рассмотрена согласно вашим подсчетам, вашим расчетам, согласно вернуть сумму, и последнее в шестом это как раз сообщение о том, что вам будет ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать сегодня, кратко, если есть вопросы, просим вас писать на или почту, которая указана здесь, моя почта, или на почту, или задавайте вопросы, ваши через сайты Российского Центра Науки Культуры, через Facebook, Instagram, и на основании ваших вопросов можно было сделать видеоответ, например, на YouTube, видеоответ по этим вопросам, потому что каждый случай визуальный, и я понимаю, что у каждого возможно много вопросов, и поверьте, это требует отдельного рассмотрения каждого в этом случае, потому что аренда, не зря же инструкция по этой аренде 1240 страниц, именно поэтому, потому что это самый сложный налог из тех, которых существует. также вы можете написать и попросить презентацию, информация открыта, но кроме тех моментов, которые я подсказал, которые включаемы как данной практики, и также можно вам прислать саму вот эту инструкцию о заполнении предепаратами в испанском университете, которое учитывало в инструкции для всех общих пользователей в инструкции. Спасибо за внимание, пишите ваши вопросы, сделаем видеоответ на них. До новых встреч, в общем-то. Спасибо.